Москва не позволит Вашингтону контролировать российские порты. Это заявление главы Думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. А глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что у штатов вообще нет шансов. Дело в том, что Конгресс США принял законопроект, который усиливает санкции против, нет, не России, а Северной Кореи. А при чем тут наша страна? Разбиралась Ирина Куксенкова. Это уже частично одобренный законопроект. За высказались 419 членов палаты, против только один. И теперь документ должен быть утвержден Сенатом США, а затем уйти на подпись президенту Дональду Трампу. Казалось бы, при чем тут Россия и российские дальневосточные морские порты? Ведь название законопроекта об ужесточении санкций в отношении КНДР. На мой взгляд, Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла наша Россия. Эксперты, в том числе и иностранные, уже отметили полное нарушение норм законодательства. Простые основы международного права. Запрет на вмешательство во внутренние дела суверенного государства и нарушение его границ. Каким образом в США проходит предварительное одобрение законопроект с заранее заложенными ошибками? Вопрос к американским чиновникам и юристам. Ведь согласно документу, военные США собираются досматривать все суда, заходящие в российские порты Находка, Ванино и Владивосток. Как американские силовики рассчитывают это сделать? Может быть, силовым путем? Американские конгрессмены продолжают играть в царя горы. Они при этом пытаются одновременно выступать в качестве полицейских исследователей, прокуроров и судей, тюремщиков и палачей. При том, что совершенно точно никто американцам таких полномочий не отдавал ни в одном случае. Якобы, чтобы расширить запретительные меры против Северной Кореи, все суда, направляющиеся в сторону этой страны, должны досматриваться. Вашингтон подозревает, что запрет на торговлю и поставки в Пхеньян не соблюдается. И снова, одни подозрения, не более. На их основании американские законодатели и решили устраивать проверки в других странах. Последний раз, насколько я знаю, такую крупную, дерзкую операцию делала только Англия в конце 18 века, когда колонии восстали. То есть те самые Соединенные Штаты появлялись. Тогда англичане останавливали иностранные суда, обыскивали их, досматривали, конфисковывали груз. То есть вели себя очень дерзко. У них, естественно, все было по закону. Потому что для себя они какие-то нормативные акты имели. Но с точки зрения международного права дикость была невероятная. В списке американского законопроекта оказалась не только Россия. Еще они каким-то образом намерены досматривать грузы в портах Китая, Ирана и Сирии. Официальной реакции от остальных стран пока не последовало. Среди морских портов в документе указаны в частности китайский Далянь, сирийский Тартус, порты Латаки, аэродром Дамаска, а также иранский порт Бандарабас. Вряд ли Китай будет сразу прибегать к каким-то громким заявлениям. Скорее всего будет попытка по дипломатическим каналам понять, что же это такое, к чему это может привести. Попытаться объяснить американцам позицию Китая. Так сказать, те козыри, которые может Китай выложить на стол. Ну и только если уж совсем американцы не прислушиваются, тогда только китайцы смогут уже занять какую-то публичную позицию. Напряженность вокруг корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного сценария. Но пока, по словам Дональда Трампа, решили сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций. Ирина Куксенкова и Ольга Ольвухина. Вести.